История хора русской песни, которая приехала в Нижний Новгород из Сарова, длится уже более 30 лет. В коллективе смеются, говорят музыкального образования и исполнителей нет, нот не знают, а партии учат на слух. Успех кроется за усердными репетициями и в понимании настроения музыки. Сюда приходят по большой любви к хоровой и акапельной песням. Лично я почему? Ну как обычно, семья дети, потом дети выросли, разбежались, а песня у нас всю жизнь со мной по жизни идет. Поэтому пришел в хор, очень люблю акапельные пения. В фольклорном ансамбле дети занимаются по несколько лет и репетировать готовы неделями напролет. Я занимаюсь хоровым пением 4 года и мне это очень-очень нравится. У нас дружный коллектив, нам очень весело, у нас много общего. На региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля, который проходит в Нижегородской консерватории, говорят, что выбрать лучших будет непросто. Из технических характеристик ценится хорошая вокализация, четкая дикция и чувство строя. И наплетели все мои глазачки, как от кого хотелось я. Кроме техники оценивается, как ансамбль через песню раскрывает душу народа и работает в команде. Если коллективы поют не один год и люди в коллективах уже спелись, чувствуют друг друга, то у них появляется чувство единого стиля певческого. Будь то бабушки из села или молодые девочки из какого-то коллектива городского. Жюри отмечает, что в последнее время интерес к хоровому пению увеличивается. Начинается новая волна, я бы сказал, отношения к хоровому искусству, повышенного внимания к этому, повышенного внимания к культуре, населению, к нравственности населения. И в этом плане хоровое искусство как наиболее доступное. Четыре лучших коллектива нашего региона выйдут в окружной этап, а финальный тур Всероссийского хорового фестиваля состоится в Москве. Юлия Короткова, Алексей Калякин. Объективно. ННТВ.